Добрый день уважаемые друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сангейтс начинает свою воскресную программу. В студии сегодня находится Элла Арбит, которая просто феноменальным успехом провела вчера на территории центра Сангейтс в большой презентационной комнате семинар, который назывался «Пламя». И сейчас я хотел бы поговорить с Элой об этом семинаре и о программе, которую Элла в настоящее время проводит на территории города Чикаго. Элла, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. С возрождением, сегодня воскресенье. Сегодня воскресенье, да, с возрождением. Первый день недели по восточному календарю. Спасибо. Ну, я живу по календарю, по ритму вселенной и в радужных объятиях Бога. Как так получается? Наверное, мне не приснилось. Ну, вы, сколько я себя помню, общение с вами, вы всегда жили по законам и живете по законам божеским. И это надо, это честь и хвалает, надо брать пример нам всем, потому что все мы, находясь в материальном мире, не понимаем этих законов. К сожалению, нас этому не обучали. Я очень рад тому, что вы посещаете наш центр и образуете людей, проводите семинары. Ну, и сейчас, вот, буквально совсем скоро начнется очередная новая программа, даже цикл, я бы так сказал, программ. Вот расскажите немножко о том, в чем заключается эта программа и кто будет в этом принимать участие. — Требований ко мне много. Я вам скажу, что я пока не подписываюсь под определенный график, отец не хочет. Но я чувствую, что вы видите будущее, Михаил, вы знаете, что впереди. Я пока иду очень медленно, почему? Потому что меня на все не хватает, а живу я по ритму любви, во мне сидит код любви. И в этом коде любви смятений нету, необходимо что-то, все необходимо, но все приходит само, но приходит Бога. Очень рационально, очень красиво, и все очень естественно, очень естественно. Почему я оказалась в этом завете? Это завет. Завет — это очень красивое место, куда многие не попадают при жизни, рассчитывают на то, что они попадут в следующую жизнь, если они возвращаются в рай, если им повезло так, и считают своим долгом начать свою жизнь заново. Мне разрешили начать вторую жизнь. Меня предупредили о Боге. Вообще, окей. Мне разрешили начать вторую жизнь. Это, окей. Папа говорит, перестань быть скромницей. Папа Хашем говорит, чтобы я перестала быть скромницей. Окей, я расскажу немножко шире. — Правильно, говорите, как оно есть. — Сложно. Поверьте мне, вы сейчас услышите, вы поймете, почему. Я пришла жить в духе Иисуса Христа. Родилась я в этом духе, я никогда не знала, кто я есть. Но Бог пришел ко мне и рассказал о разнице. Рассказал, почему? Рассказал, потому что пришло время, потому что было написано по завету. Что такое завет? Многие не знают заветности, и многие будут знать заветности. Я уже дарю заветность людям. Я работаю, я творю miracles. Мне полезно творить miracles, я уже никогда не перестану их творить. Но когда мне сказали, что я их буду творить в начале пути, я засомневалась так же, как все сомневаются. Мне разрешили абсолютно идти по нормальному, по-человечески, по тем же страданиям, сомнениям и находкам. Находки — это не убытки и не чреваты последствиями. Что я вчера делала? Почему называлось пламя? Вопрос был решен Богом. Он назвал этот семинар пламенем. Когда я служу, я только говорю от Бога. Служба — это то, что я делаю на земле. У меня уже ошибок нет, у меня уже уроков, как вы говорите, нет. Хотя уроки — это не так, как называется в раю, это не то слово. Это открытие человека, вот что считаю своим долгом рассказать, что такое уроки. Нет уроков. Это не принципиально, это некрасиво даже говорить, что у нас уроки есть. Мы живем здесь, и Бог считает своим долгом сказать, что здесь можно жить в раю. И рай начинается здесь. Почему так скромно, скрытно, или заветно? А нужно знать. Меня привели на свет, чтобы я открывала все эти истины. И ого-го, я их знаю очень много. Очень много. Мне полезно как медику, мне полезно как нравственному человеку. И скромно говоря, удобнее, удобнее знать. Удобнее. По каким принципам? Сейчас Архангел Михаил меня спрашивает. По каким принципам, Элла? Чтобы не стесняться себя ближнего, чтобы не стесняться, что мы здесь определены. Иногда предупреждены. Иногда заветны. Разные мирские пути. Итак, что такое было пламя вчера? Пришло энное количество лиц. Я не буду указывать на какие лица, какие пришли. Тех, кому было положено прийти. Так всегда получается на моих семинарах. Я не загадываю количество. Я думаю о качестве. Я прихожу в самом открытом сознании. И Бог стоял во мне. Между прочим, вчера Бог показал своё лицо опять. Это very sacred, когда Бог приходит и показывает, и стоит на том месте, где я стою. Как так? Мы потушили, чтобы цвет эволюции в этом городе понял, что к чему. И если мы будем транслировать на другие города, пусть понимают и там тоже. В основном Чикаго. Боженька хочет Чикаго поднять на какой-то очень конкретный уровень. Невысокий. Вот у меня слово высокий застряло в горле. Он сказал конкретный. Элла, я прошу прощения. Вы имеете в виду русскоговорящих или вообще всех? Я англоговорящих. Смотрите, я когда шла по этому пути, не жила в монастыре. Хотя говорили, что такие лица, как я, когда-то жили, допустим, мистики в Израиле, уходили в... Иритировались от мира. Но в наше время пришли в наш мир очень много мистических натур, которые сотворят мир и сделают свету честь. Почему я говорю такими подобными себе заветными словами? Потому что Бог выражает меня. Что такое выражать человека? Можно выражать болезнь, можно свет, можно мир, можно любовь. Я уже в кодексе любви стою. То есть меня уже вознесли, я уже творю. Я творец, я креатор. I love it. Я вам скажу честно, что я никогда не ожидала. Невозможно даже понять. Мы забываем все, когда мы приходим в этот мир. Это естественно. Мистицизм. Когда-то я гордилась о мистике. Мистицизм тоже сильная наука. Не все правильные, не все верные. Нужно быть верным человеком. Можно глаголить, а можно делать истину. Вот мать меня повторяет, мои слова. Я стою между отцом и матерью под прямым углом. Вот так вот я работаю. И в кольце любви. Папа говорит, и в кольце любви. Есть мистический конек, на котором я стою. Кольце любви. Откуда приходят мои коды. Я закодированная на любовь. Я пришла за кодированную любовь. Иисус Христос пришел опять. Для чего? Поймите сами. И не ждите долго рассуждений. Для радости. Для радости. Ну, это понятно. Мы сейчас, во-первых, говорим на русском языке. И эта передача адресована русскоговорящим, конечно. Так вот, мой вопрос был. И вчера семинар был для русскоязычных. Но, тем не менее, вы же проводите семинары и на английском языке для англоговорящих, для американцев. Скажите, вот программа ваша, это будет, имеет какое-то различие для русскоговорящих, для англоговорящих или не имеет значения? Мне не ответили на этот вопрос. И мне не полезно знать. Например, после передачи я еду на озеро, где я хочу посмотреть их. Окей, он говорит, эта ситуация не объясняет. Папа говорит, не надо говорить о американцах, если это русскоговорящая передача. Я прошу, но я буду откровенна. Мой дух хочет быть откровенен. Тяжело с русскими. Но единственное в мире, которое знает разницу между русским умом и американским значением. Как? Меня учат, меня готовят. Я знаю принципиально, что будет очень исторический момент, именно я пишу это в литературе, что такое русский ум. Очень классический ум. Очень твердый и красивый, хороший, добрым должен быть ум, но он не считает себя нормальным умом в данный момент. Американские психологи никогда нам не помогут. Психологически русским очень тяжело, американским... Они немножко наглее, им проще. Русскоговорящие, исторические люди. Я говорила на нескольких передачах в этом городе, в этом славном городе Чикаго. Я не боюсь говорить о правоте Божьей. Судите сами. Я не буду. Но я бы шарахала всех людей, которые бы меня осуждали. По принципу, я живу там, где правота стоит. Правота — это Божья. Не воля. У Бога есть сила. Вот я сейчас веду передачу от Его силы. Воля. Вы сделаете себе карму, если будете принципиально ко мне относиться плохо. Это я вам заранее говорю. Зачем это надо? В этом году люди уже возносятся благодаря мне. Люди сверкают благодаря мне. Многим я уже дала свои коды. Из коды на здоровье, исключение болезни. Хотя он просит меня не говорить очень-то сильно об этом, потому что сразу начнут просить. Но я жду Его слова. Я не власть. Я не власть. Я отдана Ему. Когда вы говорите о кодах, я полагаю, так это не имеет никакого отношения к современной медицине, как мы это понимаем в западном мире. Это совсем другая медицина, совсем другое исцеление. Это Божья медицина. Это там, где... Окей, я плацебо. Что такое плацебо? Мы работали очень сильно, чтобы мои нервы стали на нуле. Чтобы я стала нейтральной силой, но не умом. Он творит за... Он творит. Это когда... Мы будем изучать эти моменты, когда это в медицине. Многие стремятся понять нано, допустим. Вот про нано я расскажу с удовольствием. Во мне стоит нано, это его клетка. И органы уже работают на нано. Но это не нано-технологии. Нано — это часть Бога. Это будущее медицины. Если вы говорите о конкретности медицины, от которой я не отошла еще. Нано и та новая вещь, которую я могу принести. И коды записаны на нано-языке. Нано — это будет изучаться этот язык. Интересно говоря, я нашла... Я получающее публикацию с моего университета. Я закончила аспирантуру по интеграционной медицине. Я спросила у Бога, хочешь ли, чтобы я пошла туда? Потому что я чувствовала, он давал мне понять, иди туда, принеси то, не знаю что, да? Я смеюсь, конечно. Он говорит, иди, откроет глаза немножко. Но потом я, он, естественно, отец, он, любимый отец, он хотел, чтобы это было. Он говорит, а для твоих регалий, для твоего звания. Но я шла, я не знал, что такое регалий, зачем мне это нужно. Но я очень чуткий ребенок его. Я пошла, я занималась. Мне понравилась значимость момента, то, что что-то другое открылось. Маленькая форточка. Так, потом Бог взялся. Потом Бог начал расширять мою душу очень сильно. И Он показал моему духу отойти. Так что Иисус Христос мне был способен на то, что я, моя жизнь смогла сотворить. То есть, значение всему это очень огромное. У меня будет Нобелевская премия. Я не спешу к этому даже тоже. Почему? Не хочу. Пока мне не тесно в моей жизни. Звание, я пошел здоровьем. Зачем мне что-то еще нужно? На этом мире, на нашем этапе, главное, чтобы я оздоравливалась каждый день. Я вчера провела семинар, мне добавилось здоровья. Так вот, по поводу вчерашнего семинара. О чем шла речь? Это был один семинар? Практически. Мы не разговариваем попусту. Я всегда работаю практически. Это понятно. Я сотворила. Я сотворила. Что я сотворила? Я сотворила много miracles. Это почетно, говорить об этом. Но лучше спросить у тех людей. Может быть, будет следующая передача, когда они придут и расскажут. Пламя было в одном человеке. Что такое пламя? Я поспешу быстренько сказать, пока вы не задали следующий вопрос. Пламя — это когда и отец, и мать вошли в женщину и сотворили бурю любви в ней. Она чувствовала, она сразу приникла к Богу и поняла, что что-то случилось. Это морально говорит о том, что происходит. Она еврейка, она своя, и нам проще. Но творилось абсолютно все, и я шла по Богу. Потом в один момент у нас есть одна зрячая, которая дважды уже видела Бога на моих семинарах. Что я могу растаять в Боге. Я нано. То есть это было продемонстрировано, не все могли видеть. Она видела. Это не пустые разговоры. Может быть, это будет чаще показываться. Зрения же включаются. Это не гарантировано всем. Но для нее, для той женщины было достаток чего-то другого. Ей было понятно, что-то другое ли требовалось. Бог же видит наши души. Творится же в душе человека. Вот когда мы станем грамотны, будем понимать, что душа целит, а не дух знает. Меня вели не по знаниям. У меня забрали Тору. Мне не дали ничего читать пять лет. Я не имела права ни на что. Ни на какое мнение. Потому что мне сказали, что все будет чуждым. Бог знает лучше. А меня не третировали этим. Мне просто говорили, нет. Бога есть слово, нет. Я хорошо знала. Но если я открывала по глупости своей души еще в начале, еще не была разогрета полностью любовью, у меня буквально сводила глаза. Я волю дала на этот поход в жизнь Богу. То есть Бог смеялся, радовался мне, что я учусь слова нет. Это был принцип. А принцип была любовь и остается любовью. Но мое отношение было очень искренним. Почему я пришла определенно на этот путь? Я всегда радуюсь, когда я учусь. Я всегда была примерным человеком в этом плане. Но я увидела огромный потенциал. Потенциал чего? Излечения человечества. И я поняла, что нужно сидеть тихо, спокойно. Как Бог творит, так нужно идти. И очень цельно. Я зашла очень далеко. Я не говорю слово «высоко», потому что мне непонятно слово «высоко». Я уже стою там, где я должна стоять. И душу можно перекроить, можно перекрутить. Бог находит человека, где он есть. И надо залетать. Нет понятия «залетела куда-то». Нет. Определила себя. Определила себя. А это душа, это этот манифест. Я хибрый манифест. Бог манифестирует во мне, со мной и с другими людьми через меня. Вот что на самом деле это арбит. Для простой речи. На самом деле я не собирался задавать вопрос. Я хотел сказать о том, что у нас планировалось приход еще как раз-таки человека, который присутствовал на семинаре. Мы хотели задать вопрос этой женщине. Но она будет в наших следующих программах. Вероятно, через неделю она придет. Это именно было бы интересно, любопытно узнать у очевидцев этого семинара, как они воспринимали сам материал, какие были реализации, если они уже были реализации. Реализации мы не будем говорить. Мне тут же говорит Бог, ей нельзя, она не имеет права, потому что это будет идти от эго. Она не имеет права ценить ситуацию. Но очевидцам будут даны слова. Банга ко мне сейчас подошла, Банга улыбается. Он говорит, вы понимаете, что будут и фильмы на эту тему, все будет. Во-первых, Банга следит за жизнью этой женщины. Эта женщина свята. И я больше открывать не буду. В этом проекте, так сказать, и Бог смешно об этом говорит, участвуют многодействующие, многонациональные создатели, так сказать. Джуночка подошла сейчас ко мне. Джуна подошла. Джуна учится у меня заветности. Джуна творила беззаветности. То есть столько-столько можно. Теперь на том... Я ее вознесла на одной из передач. Я понятия не имела, что происходило. Я вознесла ее душу, чтобы она не творила несчастья себе. Когда я стала уже плохо, ее уже просто вознесли. Я помогла в этом. Меня предупреждали за несколько лет до того, что я буду возносить людей. Другого смысла нет. Можно стараться, можно не стараться. Можно просто прийти и попросить Бога о легкости. То, что она и сделала. Я сотворила. Но она стоит возле меня очень скромно и не разрешается со мной много говорить. Я могу ее почувствовать. Ее дух могу увидеть случайно. Я понимаю, что она чем-то недовольна в какой-то ситуации. Но она появляется, потому что она, в простонародье говоря, тройни. Она учится у меня, у моего завета. То есть она подходит ко мне, она стоит в моем завете. Я в завете живу. Что такое заветность? Это любовь с Богом. Для чего, опять же, для чего? Иронические натуры, вот мой архангел Михаил говорит, будут спрашивать. То я к ним обращаюсь и говорю, дураки вы, если вы не знаете зачем. Мне повезло. Пусть у них будет такой ответ. Мне повезло. Пусть они считают, что кому-то везет в этой жизни. Я считаю, что предписано идти по радостному пути. Это я считаю, как учитель, как медик, как творец, прекрасно жить. Глупости можно творить тоже. Пожалуйста, творите. Сколько хотите. Вы знаете, я прошу прощения, я... Наши программы, кстати, дорогие друзья, они, все программы, и сел и арбит, в том числе, в первую очередь, я бы даже так сказал, выставляются на YouTube и на Facebook. Поэтому они доступны, в общем-то, в интернете любому, кто хотел бы узнать, о чем идет речь, пообщаться с Элой Арбит. Я просто вспоминаю о том, что где-то недели две с половиной тому назад ко мне обратилась через центр Сангейс. Одна женщина, которая посмотрела, она не знала о Элле ничего, она посмотрела, ну, как-то так попала на YouTube, попала на Сангейс, видимо, и посмотрела по ассоциации какие-то там наши программы, которые выставлены. И вот она, одна из программ была, она увидала Эллу Арбит, и она обратилась ко мне с просьбой, это просто совершенно невероятная вещь, и то, что говорит эта женщина, и как мне с ней пообщаться, и это просто то, к чему мы все должны стремиться. Эта женщина не живет в Соединенных Штатах, она живет совсем в другом городе, в другой стране, русскоговорящей, могу сказать, но это было действительно как-то откровение, вот так она и написала, я, смотря эту передачу, получила откровение. Она сотворила свой мир, она стала мир около себя, вот что отец мне сейчас комментирует, она сотворила свой мир и ждет чего-то лучшего, нормальный облик нормального цельного человека. Что ж такое цельный человек, у которого есть правильная натура, натурально стремиться к тому, что она стремилась. Ей никто не подсказал, между прочим, вот Бог говорит, ей никто не подсказал. То есть в ней есть Бог в ней, она понимает добро, и она почему-то к нему стремится. Вот и все. У нее все коды выражены. То есть у нее есть цель в жизни не останавливаться, продолжать и лечить себя. Я себя ставлю на здоровье каждый день. То есть где-то выполнить тот код, его исключили. У меня вчера было Miracle, вчера меня, я делала мини-миква. После таких, так сказать, лекций, семинаров, у людей торжество, я должна приходить опять в свою цель по нулям. Я опять прихожу в плацебо, чтобы я опять становилась собой. Почему слишком много Бога во мне было? Как можно иметь слишком много Бога? Чтобы взять, показать себя, через меня пройти. Я растворялась. Наташа будет описывать это. Мне было сложно стоять. На моей шестерке я по кабале живу. Мне было трудно в какой-то момент держаться. Но я слышала его голос. Он говорил, он не имеет права мне сказать, отдайся больше, потому что уже больше невозможно. Я так живу в раю. Но я должна была уступить. Это место уступить, это чисто женское, по-матерински мать меня учит. Я чувствовала, она говорит, держись между мной и им. Я немножко уступила, и он стал полностью впереди меня. Был момент, когда во время, я спасла чью-то жизнь во время семинара, переписала судьбу. Был момент, когда я задала ему вопрос, и он ответил мне вопрос немножко нагло. Тут же стал Бог передо мной и предупредил его, отойди, ты будешь сейчас на Бога напирать. Человек понял и отошел. Смысл доносится очень быстро. Почему такой guardianship over me? Я одна в мире. Я одна женщина, говоря по капполистическим заветам, незаконам, завет. Каббала — это завет, это незакон, by the way. Я одна в жизни, Бог говорит о мире, что это жизнь, которая пришла сюда учиться. Иногда я Бог хочу, он смеется. Иногда я соперничаю с ними, и он меня заставляет, в каком плане? Там, где я стою, ты уже на уровне Бога, ты держишь себя на том уровне. Почему? Мы должны знать гнев немножко тоже, но я буду знать гнев от Бога, но не от другого человека. Почему? Чистятся нервы. Почему иммунная система пользу приносит намного больше? И я продолжаю идти вперед, потому что у меня впереди сложный путь, должна масса поднимать на ноги. До сих пор меня берегут мой телефон over internet, и я вам скажу честно, никому не дадут волю своим плохим пальчиком набрать мой номер телефона и перетворять свои дурные намерения. Это я сразу говорю. Мне люди рассказывают, даже те, которые близки ко мне, учат меня, сколько человек должно быть в моей жизни. Допустим, если мне сказали, что до декабря не должна никакие новые отношения иметь ни с кем, потому что я очень интимный человек, ко мне подходит очень близко. Если ко мне подошли, я должна немножко их понести вперед. Приходят заветные, правильные люди, которым Бог обещал что-то, какую-то огромную помощь к себе. Я не прячусь, я не ограничена ничем в то же самое время. Меня рационально любят, вот Бог говорит, у меня нет случайностей в жизни, тем паче дурных. Скучно ли мне? Я с утра до вечера творю. Я уверена, что я принесу очень много пользы народу. Говорить о русских. Русские — это классические люди, это будут исторические люди. Я знаю, куда мы идем, как русскоговорящие. В какую пору американцам? Они будут следить за нами. Они будут смотреть, что же мы вытворяем. Я в скором времени буду... Окей, мне не разрешают говорить, что я буду взять в Чикаго для англоговорящих. Во-первых, у них есть пустое мнение о том, кто мы есть, как новые американцы. Я постараюсь этого править. Благодаря Богу. У них есть наличие... Святой Дух добавил то, что я не хочу добавить по отношению к нам. Я запрещу их нему мнению. Почему? Польза будет нам всем. Во-первых, я сотворила себя на американском пути. 27 лет жила только в американском обществе. Польза была у меня от этого богатая. Попала в тот штат, где практических русскоговорящих не было. Я жила в полном облике американском. Я стала просто с ними. Богу было неугодно. Он меня забрал на этот путь на пять лет раньше, когда мой муж умер. И сказал, тебе будет больше польза того, что ты пойдешь ко мне, а не будешь продолжать с американцами. Потому что я не признавала русских вообще уже, русскоговорящих. Я уже не признавала. Дома у меня был... У меня был англоязычный дом, и мне было пусто уже с русскими. Когда Бог меня приблизил, мы говорили по-английски. Я буквально забывала русский. Писать тем паче я не могла уже. Но потом начали с мной говорить, я испугалась. Потом мне начала литература приходить на русском языке. Я испугалась опять. С меня просто льется струей. Я создание. Я могу сесть и выплескивать слова, и музыку, допустим. Я примерно говорю. Это же не только от Бога. Такие люди приходят с целью покорить. Понятно. Элла, у меня к вам такой вопрос. Скажите, ну вот вчера прошел семинар «Пламя». Это первый семинар в таком формате? Будут продолжаться еще? Будут какие-то программы? Потому что когда-то мы говорили с вами в одной из прошлых передач о том, что вы планируете открыть какую-то типа школу обучения? Я не планирую ничего. Я даюсь Богу на его волю. Я имею в виду, да. Я не планирую ничего. Мое сердце ничего не должно знать. Я уже на том уровне, где мне уже не принципиально. Планировка была, она не состоялась почему-то. Не успели за мной. Но Бог смеется. Он говорит, ну и что? Дышите, дышите спокойно. Нет проблем. Мы живем. Я отошла. Я вам скажу почему. Я отходила от нецельности, потому что у меня очень большой дар. Я приходила в себя обратно. Горе не было от этого. Меня несли на руках по следующему пути. У меня много путей и много возможностей. Что произошло? Во Флориде оказалась Эллочка, которая поменяла там немножко Флориды. С пользой. Эллочка опять летит во Флориду. Вот так? Да. Но я не могла отказаться. Есть уже любимые сердца, которые просят Элла, вернись, ты нам нужна. Через три недели я буду во Флориде. Но здесь мое постоянное место жительства в конечном итоге. И я здесь уже три года. Меня, конечно, носят из штата в штат. Папа говорит, скоро она международный герой. Почему так? А кто сопротивляется? И зачем? Зачем? Мне радостно помогать. Иногда я сопротивляюсь, говорю, слишком много. Отходят от меня. Но сопротивляюсь тоже, чтобы мое эго держало меня на этом пути. Нельзя терять эго. Все должно быть сопряжено. Что такое сопряжено? Это моя медицинская честь. Рассказать человечеству, что это такое. Меня держат в курсе по поводу всего этого. Мой организм может дать мне полную отдачу. Нано умеет говорить тебе и говорить, где что конкретно происходит в твоем организме. Вначале смысл приходил мне от моего организма. Я думала, боже мой, какой потенциал у человека знать свой организм в такой тонкости. То есть я не ошеломленная Богом. Но я не имею права на большие открытия перед русскоговорящей интеллигенцией. Потому что я не хочу тратить на них. Я не хочу задаваться имени. Окей, у меня есть имя. Папа тут же смешал все эти карты. Я даже не могу сказать, почему нет. Он говорит, нет смысла. Все, нет смысла. Ну, неважно. Имеется в виду о том, что вы живете совсем по другим законам. И как оно есть, так оно и есть. Завет. Это называется завет. Завет, да. Завет это то, что дано всем. Никто не хочет. Это не этап жизни. Поэтому она все, так сказать, воля Божья, и как оно есть, так оно и есть. Не только воля Божья. То есть не только... Нельзя отказываться. Воля пришла с нами. Подождите секундочку. Жизнь, что такое жизнь? Давайте говорить, как творцы, что такое жизнь? Это его боль, это его боль, если мы не знаем, что такое жизнь. Жизнь мы пришли творить. Жизнь это Бог. Жизнь это неревность. У вас работает сердце, у вас работают нервы, у вас работает все внутри вас. Это уже Бог. Оно само не пришло. Откуда оно все пришло? Давайте уже задаваться правильными вопросами. Откуда это все? Оно живет в вас. Оно не автомат. Я знаю, как оно живет, как оно работает. Мы все живем по каким-то своим законам, тому, как нас обучали, тому, что это не наше, скажем. По закону единства, отец говорит, по закону единства. Так надо жить, да. Так живет Элла Арбит. И я очень рад, что Элла находит время в своем очень занятом расписании среди всех своих путешествий, передвижений, переездов со штата в штат, с города в город, прийти все-таки к нам в Центр Сангейц. И через наш интернет-портал радио Центра Сангейц и наши, кстати, координаты, кто хочет пообщаться с Эллой, это 847-226-9956. У нас есть скайп, это Сангейц, солнечный оборот на конце буквы Сангейц 1-0-8. Ну и главный сайт, русскоязычный сайт, это sungatesradio.com, sungatesradio.com. Поэтому, во-первых, вы можете слышать нас через этот сайт, внизу страницы находится плеер. Второе, вы можете там задать свой вопрос, ну и что-то обсудить, если вам будет что-то непонятно. Ну и я очень рад, мы затронули очень важную тему, буквально, вот как-то сказать, буквально за пару минут до окончания эфира, вот об этих законах, заветах и заветах. Не надо изучать законы, это долгое мастерство, завет и есть закон, но другой, это miracle закон. Завет сам, окей, папа говорит, другая передача. Это другая передача, это именно я. Это и есть miracle, завет и есть то самое, все остальное уничтожное. Да, поэтому я верю в том, что мы будем встречаться и не раз на волнах радио Центра Сангейтс, и Элла нам будет рассказывать и объяснять все-таки, в чем заключается завет и как надо правильно себя вести. В чем заключается жизнь. В чем заключается жизнь. Мы пришли жить. Самое главное, да, мы пришли жить. Очень хорошо, я благодарю вас, Элла, за ваше время, за то, что вы нас обучаете. Ну и я желаю всем нашим друзьям провести остаток воскресенья в хорошем настроении. Погода у нас за окном в Чикаго солнечная, прохладно пока, но тем не менее будет теплей. Ну и вот с таким настроением, солнечным настроением, мы уже войдем в следующую неделю. Ну и дай Бог, в ближайшее время мы опять встретимся с Эллой на наших волнах. Ну а сейчас я хочу с вами попрощаться. Элла, большое спасибо еще раз. Спасибо вам радости, нежности, творения, любви. Огромной, плавящей, красивой любви. Идут праздники, идет Ханука. Вряд ли мы опять встретимся до Хануки. Любовь, цельность и творение. Благодарю вас. Вы всегда с нами, мы всегда с вами. Интернет у нас позволяет общаться на всех расстояниях. И электронный, а тем более духовно, потому что все-таки вибрации. И мы все-таки живем не только в материальном мире, я бы так сказал. Поэтому мы, естественно, с вами в тесном контакте. Спасибо, всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова